Федеральный государственный образовательный стандарт, который сегодня внедряется во всех школах России, подразумевает в том числе и обязательное введение с пятого класса второго иностранного языка. Для школ был определен переходный период, чтобы наладить образовательный процесс. Для многих образовательных учреждений это совершенно новый опыт. Не все родители поддерживают нововведение, однако в Магнитогорске есть примеры учебных заведений, где уже 8 лет детям преподают два иностранных языка с первого класса. Одну из них – 18-я гимназия. Там побывала наша съемочная группа. С 1 сентября 2015 года все учащиеся российских школ, начиная с пятого класса, будут изучать второй иностранный язык, который включен в перечень обязательных предметов. Сейчас школа Магнитогорска в переходном периоде. Составляются списки педагогов, уточняется расписание, определяется методика. То есть делается все то, что 18-я гимназия уже проходила 8 лет назад. Опыт накоплен. С какого класса водить? С первого, с пятого? Это уже как бы второстепенно. А то, что педагоги владеют этими технологиями и есть чем поделиться, конечно, вот это самое главное, что есть у кого этот опыт и перенимать. Мы сейчас организуем и стажировки, мы сейчас организовали и школу молодого учителя, мы организовали проблемно-творческую группу поведения второго иностранного языка в городе, для того, чтобы распространить и диссеминировать этот передовой опыт. Разумеется, у родителей есть определенные опасения. Главный аргумент против – выучили бы одному языку хорошо, куда еще второй. Однако педагоги 18-й гимназии утверждают, два языка учатся даже лучше, чем один. В процессе обучения дети могут сравнивать языки, находить между ними общее, искать различия. Как показала практика, смешений не происходит. Каждый язык в сознании ребенка занимает свое определенное место. Более того, изучение двух и более языков развивает аналитическое мышление, логику ребенка. И чем раньше начинается обучение языкам, тем лучше. От работы в первый, второй, третий класс, четвертый класс, дети впервые стали выходить на городские олимпиады муниципальные. И мы увидели, что дети справляются очень хорошо. Как на английском, так и на французском языке стали положительные результаты. Участие и победы в олимпиадах – это лишь одна сторона медали, касающаяся школьной жизни. Другая сторона – это погружение в культуру сразу двух стран, более широкие возможности в поиске работы и создании карьеры. Да и если в будущем второй язык пригодится хотя бы при путешествии за границу, говорят учителя, это уже будет означать, что время для его изучения не прошло даром.